Когда в начале весны подавали заявку на субсидию, в конкурсной комиссии сказали, проводить чемпионат в ноябре как-то поздновато. Теперь оказалось, со временем закрытия воркаут сезона не прогадали, рассказывает руководитель спортивной общественной организации Рустам Хайрулин. В Центре спортивных субкультур «Прорыв» надеются, что к этому времени все ограничительные меры уже будут сняты, и чемпионат области по воркауту все-таки состоится. На его проведение деньги от города уже получены. Пару лет назад мы проводили мероприятие, у нас был узкий круг категорий, и возрастов мы не разделали разделение. Сейчас у нас идет разделение по возрасту, мы делим детей, то есть юноши и мужчины. И также мы еще делим любителей и профессионалы, женская категория тоже отдельно. То есть мы пытаемся максимально разделить так, чтобы люди, которые уже имеют навык, опыт, потому что данное направление, как уличная атлетика, воркаут и статрифтинг в нашем городе уже развит, и ребята есть профессионалы, чтобы они соревновались на равных с профессионалами, а любители, кто только то начинающий, не боялись и приходили к нам на соревнования. Закрывать спортивный сезон планируют в городском дворце молодежи. На подарки для участников, а их, судя по прошлому году, будет не меньше полусотни, кубки, медали, печатную продукцию выделено 157 тысяч рублей. Вообще движение уличной атлетики в регионе – одно из самых популярных спортивных направлений. При поддержке регионального проекта «Пятилетка развития» ежегодно строятся воркаут-площадки. Например, в Тагиле в том году было сделано две. Мы провели конкурсные процедуры. В этом году еще 12 муниципальных образований со школы украсят свою ландшафтную инфраструктуру этими данными спортивными объектами. Еще один победитель конкурса среди некоммерческих организаций, получивший субсидию на развитие своего проекта – Нижнетагильский городской родительский комитет. Их детище – летний лагерь курсы благородных девиц. И название говорит за себя. Девочек от 7 до 16 лет обучают шитью и вязанию, рисованию, ораторскому мастерству и обязательно хорошим манерам. «Были у нас такие случаи, где девчонки реально, ну, они многие даже не знают, то есть они могут сесть, опустить волосы в тарелку, локти на стол. Кто-то может ногу под себя подогнуть во время, то есть когда они сидят вместе за столом, и это у них как бы считается нормой. Ну, родителям, понятное дело, в сферу своих каких-то занятостей не могут все это рассказать. И здесь мы тоже очень много их учим. И уже, это у нас уже даже так было, что 2-3 недели, и родители приходят и говорят, вы понимаете, после ваших курсов наш ребенок научился сидеть, себя вести, так он же ведь начал нас учить». Работает летний лагерь уже третий год. И раньше у фонда не было возможности бесплатно обучать девочек с ограничениями по здоровью из многодетных или неполных семей. С субсидией в 600 тысяч рублей она появилась. Если ограничительные меры не снимут, то первую смену лагеря курсы благородных девиц проведут онлайн. Всего же в конкурсе на получение субсидий некоммерческими организациями в этом году в числе победителей 6 проектов. Общая сумма финансовой поддержки – полтора миллиона рублей.